МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Руководство фирмы Стройком попало в разоблачающий ролик. Рабочие выложили в сеть компромат, пытаясь получить зарплату. В обеющий случай в парке Солнечная поляна велосипедистка сбила девочку и ехала, оставив ее в бессознательном состоянии. Курорт у реки. Нижнеурадминские коровы обедают, купаются и справляют нужду прямо в водоем. Арест продлен. Полицейские, подозреваемые в насилии, превышение полномочий, останутся под стражей. Дожди в квартире. Почему балкон пенсионерки превратился в аквариум? Борьба с коррупцией через кинематограф. Нижнекамские студенты снимают ролики о взятках. Это Нижнекамские новости в студии Лилии Егорова. Здравствуйте. Забастовка или саботаж разберется прокуратура. Работники строительной фирмы «Стройком» из-за задержки заработной платы остановили работу. Руководство фирмы с людьми не согласно и отказывается выплачивать премию. Оставшись без денег, люди сняли разоблачающий ролик и выложили его в социальные сети. Наталья Лушникова продолжит. Дорогие друзья, нам нужна ваша помощь. Помогите распространить это видео. На нашем месте может оказаться каждый. Этот ролик появился в соцсетях. На протяжении четырех минут сотрудники строительной фирмы «Стройком» рассказывают, как руководство кинуло их с зарплатой. А все попытки получить свое проходят на повышенных тонах. Нам нечем кормить детей, оплачивать ипотеку и коммунальные счета, заявили, встретившись с нами, монтажники и сварщики «Стройкома». Поначалу все шло отлично. Работа на площадках Танека, хорошая зарплата в районе 70 тысяч, общежитие. Но с весны у фирмы начались трудности. Ну, приехала с нами, поговорили. Ребят, давайте вот, трудности, там, туда-сюда, пожалуйста, трудности, трудности. Раз как-то их поняли, второй раз поняли, ну, уже третий раз уже, как бы, терпения не хватило у каждого семьи. Ну и все, из-за того у нас, как бы, начались проблемы. Мы уже окончательно сели. Сели. По сути, объявили за бастовку девять человек. Приходили на рабочее место, но ничего не делали. Конфликт нарастал. Рабочие требовали деньги, руководство лишь разводило руками. Их нет, подвел генподрядчик, задержал оплату. Это не наши проблемы. Есть у него деньги, ему кто-то не дает деньги. Я не знаю, там, закладывай, продавай, почку свою продай, я не знаю. Но ты должен с рабочим рассчитаться, я правильно говорю? Итогом стало коллективное увольнение по собственному желанию в связи с невыплатой заработной платы. Заявления эти приняли, но подписывать не спешат. Саботажников решили наказать. Сейчас консультируется, возможно, будем по статьям увольнять, чтобы этим товарищам неповадно было. Не получат люди и свою привычную зарплату. Но она состоит из двух частей – оклада в 11500 и солидной премии. Так вот, за отказ работать последний забастовщикам не видать. Почему я должен за эту премию еще заплатить, что ли? Какая премия? Пускай вот голый оклад получают, и все, и до свидания. И кроме того, вот за те ролики, которые они выложили в Ютубе, что они меня там мошенником обозвали, еще что-то, они получат обратку. Это будет судебное разбирательство, это раз. У нас фирма понесла из-за этого ущерб. Мы сотрудников сейчас не можем привлечь, потому что в Ютубе гуляет вот этот вот видеоролик. Вот. Упущенные выгода, клевета и все остальное. Теперь в этом конфликте на компромисс не хочет идти ни та, ни другая сторона. Обиженные сотрудники уже написали заявление в прокуратуру. А руководство готовит в их сторону ответный иск. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Сбила ребенка и умчалась в неизвестном направлении. Вопиющий случай человеческого равнодушия произошел в парке «Солнечная поляна». Взрослая женщина на велосипеде наехала на 14-летнюю девочку. Та потеряла сознание, однако велосипедистка не остановилась, а проехала мимо. Подробности в следующем сюжете. Арина и ее старшая сестра в тот день решили покататься на велосипедах. Девочки возвращались с красного ключа. Неожиданно сзади на одну из сестер наехала велосипедистка. Лера, наверное, чуть сюда, на сантиметр в пять отъехала на школьную дорожку. И сзади нас ехал мужчина с женщиной. И как раз-таки эта женщина, походу, ее не заметила и врезалась в нее. Девочка упала и ударилась головой, после чего потеряла сознание. Виновница аварии спросила о состоянии девочки. Вот только ответа не дождалась. Быстро схватила свои вещи и уехала, рассказала Арина. После чего она позвонила родителям. Когда мы приехали, подъехали с этой стороны. Мы видели, что здесь много людей. Дочка лежит на дороге вдоль, без движения. И уже подъехала карета «Скорая помощь». То есть ее уже пытались переложить на носилки. Тогда к девочке подбежало несколько человек. До приезда скорой они оказали ей первую медпомощь. По словам Юлии, ее дочь была в ссадинах. На лбу была огромная шишка, а на руке протектор от колеса велосипеда. Сейчас подросток находится в больнице. Сейчас у нее состояние нормальное. Мы надеемся, что сейчас ее выпишут. Такового серьезного, конечно, слава богу, ничего не случилось. Но могло закончиться все совсем по-другому и печально. Сам факт, само отношение, само поведение человека. На вид женщине было лет 30-40. Блондинка. На ней были ярко-зеленые кроссовки. Вспоминает сестра пострадавшей. Юлия благодарна тем, кто пришел на помощь ее ребенку. Сейчас родные пытаются найти виновницу происшествия. Деньги им не нужны. Но хочется просто поговорить с ней. Узнать, почему взрослый человек проявил такое безразличие. Ведь все могло закончиться гораздо хуже. Родители уже написали заявление в полицию. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Житель Нижней Урадьмы незаконно установил забор около реки. Устроил там пастбище для животных. Корову место понравилось. Они там не только купаются, но и справляют нужду. Прямо воду. На антисанитарию фекалии в реке пожаловали сельчане. Проверить, правда ли это, выехали экологи и наша съемочная группа. Вот речка. Мы ее нашли. Так же, как и пасущихся рядом коров. Их немало, порядка 10 голов. Однако вода на вид чистая. Но никто не может быть уверен, что скотина не справляет туда свою нужду. Замести следы могло сильное течение. Эта речка Урадьма, она довольно длинная. И все, что попадает в воду, в итоге оказывается в реке Кама. А это уже загрязнение водоохранной зоны. Экологи все зафиксировали. А также нашли еще одно нарушение закона. Фермер самовольно захватил береговую зону. Поставил забор, чтобы скотина не уходила далеко. И паслась рядом с речкой. Мужчина хорошо устроился. И вода рядом. И следить особо за коровами не надо. Но теперь за такую находчивость придется заплатить. Общая сумма штрафа состоит в 4000 рублей. Будет выдано приписание на устранение данного нарушения в течение одного месяца. Повторно будет осуществлен выезд из инспектора на соблюдение данного приписания. Таким решением экологов недовольны соседи, живущие рядом. Им коровы не только не мешают, а наоборот, они животным рады. Если бы они не паслись там, а там-то так заросло бы под 3 метра, невозможно было бы ходить к речке. Обычно они вот так ходят, растопчат. Все, вот эта нехорошая трава не растет. Закон есть закон. Нарушать его никто не имеет права. Так что забор все-таки убрать придется и найти другое место, где пасти коров. Алсу Арсланова, Евгений Лазаев, Новости НТР. Непогода нынче в моде. Эти строчки из песни как нельзя лучше описывают то, что происходит за окном. Сегодня в Нижнекамске шквалистый ветер. Из-за стихии установки автовокзал сорвало кусок крыши. Поликарбонат словно листок бумаги колыхался на ветру. По городу в разных местах повалило деревья. МЧС предупреждает, в избежании несчастных случаев нужно держаться подальше от рекламных щитов и деревьев. Такая нестабильная погода сохранится до завтра. Порывы северо-западного ветра могут достигать 20 метров в секунду. В Нижнекамске 22 июня воздух прогреется до плюс 23. Осадков не ожидается, но будет пасмурно. Нижнекамка, пострадавшая от укуса клеща, не смогла вовремя сделать прививку иммуноглобулина. Его не было в наличии. К счастью, насекомое оказалось не энцефалитным. Почему отсутствовал жизненно необходимый препарат и что делать, если укусит клещ, расскажет Эльвира Софиулина. 15 июня Гульфия Хикматулина запомнит надолго. Начинался день прекрасно. Женщина вместе с семьей отправилась на Сабантуй в деревне Козыл-Яр. Веселились, гуляли по окрестностям. Придя домой, женщина почувствовала сильный зуд в районе живота. Оказалось, клещ. Позвонили на скорую, они просили приехать, но в первом часу уж мы не стали. С утра я поехала в травматологию, куда нас направили. Врач развел руками и сказал, я вам не могу помочь, потому что нет в наличии иммуноглобулина. Из травмпункта женщину отправили к инфекционисту. Оттуда снова к травматологу. Медицинскую помощь, по ее словам, Гульфия дождалась только через два дня, когда обратилась в больницу по прописке. Врач-инфекционист меня принял, назначил лечение, инкубационный период после укуса на третий день явиться к инфекционисту и на десятый день. Врачи обвинения Гульфии, мягко говоря, удивили. По их словам, помощь ей оказали сразу же. Рану обработали, рекомендации дали. Как обработана была рана и отправлена была к инфекционисту в отделение, потом в поликлинику под наблюдение инфекциониста в поликлинике ее взяли. Единственное, чего врачи не отрицают, не сделали женщине укол иммуноглобулина. Это препарат, который нужно вводить сразу после укуса клеща. Лекарства в момент обращения Гульфии не было в наличии. Но медики заверили, проблема уже решена. У него глобулина поступил, то есть проблем сейчас нет. Был такой небольшой период с поставками, это где-то недели. Отмечается, что в районе Нижнекамского района в течение 10 лет не отмечалось ни одного случая клещевого энцефалита. То есть такого риска, большого, скажем так, нет. То есть мы проводим это для профилактических целей. Всего же с начала сезона в Нижнекамске и районе клещи покусали порядка 200 человек. К счастью, ни один из них не заразился серьезными заболеваниями. Врачи не рекомендуют извлекать насекомых самостоятельно. Необходимо в срочном порядке обратиться к специалистам. Эльвир Софиулина, Марсель Джураев, Ахри Исламов. Новости НТР. Об этой теме нам рассказали телезрители. Если у вас тоже есть важная или интересная информация, звоните по телефону 40 07 70. Также пишите на наш сайт interdefiz24.ru или по номеру WhatsApp 8 917 937 30 77. Четверым полицейским подозреваемым в превышении должностных полномочий с применением насилия продлили срок содержания под стражей. Они были задержаны после самоубийства Ильназа Пиркина. Напомню, в октябре 2017 года после допроса в УВД 22-летний парень покончил с собой. Перед этим Ильназ записал предсмертное видео, в котором обвинил сотрудников полиции в насилии. Тех задержали через два дня. Четвертого полицейского, руководителя отдела по борьбе с групповой преступностью Рината Ахмедшина, задержали через месяц. Последний подозревается в совершении ряда тяжких преступлений. Арест продлен до 24 июля. В квартирах жителей Сюмбике 67 пошли дожди. В прямом смысле этого слова. От большого потопа спасают тазики и ведра. Мучения людей длятся уже не первый год. Причина, по которой балконы превращаются в аквариум, выяснилась совсем недавно. Подробнее Александр Комаров. Во время дождя у Дарьиши Гордановой большая часть посуды перекочевывает из кухни на балкон. Сквозь деревянную обшивку со стен и потолка начинает сочиться вода. А где уже они затоплили вот такие? Гниют уже. Ну это получается тазики, да? Тазики. Они не спасают так-то, не спасают до пола все. И полно укрой. Сначала хозяйка квартиры думала, что это у нее плохие оконные рамы. Собрала последние деньги и сделала на балконе ремонт. Поменяли в 16-м году свои рамы. Тут поменяли все. А потом заново, как вот ветер северо-западный, дождик оттуда. Все та же история, та же история. Подружка Дарьиши Гордановой, Фатема Мингазова, узнала, почему во время каждого дождя балкон начинает течь. Проблема в соседях сверху. Это у них балкон не герметичен. Я говорю, уж вы, пожалуйста, решите. Не надо же так соседей мучить. Она у нее сгонила. Она такие деньги заплатила все это. Сегодня хозяйка квартиры, из-за которой все беды, в первый раз спустилась на этаж ниже и сама убедилась, что из-за них и страдает пенсионерка. Мы постараемся сделать. Рамы менять, например, у меня нету, 70 тысяч. Постараемся там замазать, что-то сделать. Все вытащим, посмотрим, откуда там льется. Что можно, мы замажем, конечно. Вот так соседские распри были улажены. А нужно было всего лишь пойти на контакт. И Дарья Шейгарданова надеется, что скоро за дождем она будет наблюдать через сухой балкон. Александр Комаров, Евгений Лазаев, новости НТР. Панды возвращаются. Огромная картина с мишками исчезла с фасада дома в поселке Красный Ключ, что огорчило большинство нижнекамцев. Причина проста. Дом, на котором поселились нарисованные панды, вошел в программу капитального ремонта. Его необходимо было утеплить. После всех проведенных работ художники вернут медвежат на место. Известно, что и соседние дома тоже скоро разукрасят яркими картинками. Что там будет изображено, пока держится в тайне. Взятки, подкуп, денежные махинации. Студенты нефтехимического колледжа ищут новые методы борьбы с коррупцией через кинематограф. Ребята активно взяли за сценарий фильма и попробовали себя в роли актеров. Что из этого вышло, выясняла наша съемочная группа. Студенческий союз кинематографистов был организован на базе колледжа весной этого года. Цель проекта – решение социальных проблем общества, на который у студентов свой взгляд. А вот главным инициатором такой идеи стал Виктор Казанцев. Молодой человек вместе с инициативной молодежью продумывает сюжеты для новых роликов. Сегодня я вас всех здесь собрал для того, чтобы обсудить план на новый учебный год. Мы запускаем с вами полноценную версию проекта, который будет проходить на базе молодежного центра инициатив «Ковер». Молодые кинематографисты, актеры и режиссеры продвигают свои идеи и в социальных сетях. Короткометражка «Вместе против коррупции» собрала немало просмотров. Сюжет банален. Студент медицинского вуза пытается дать взятку преподавателю. Став врачом, он выписывает пациенту не те лекарства. Итог – смерть больного. Этим роликом ребята попытались донести главную мысль – не брать взятки и не давать их. Цель проекта – это было создать инициативную группу, которая будет самореализовываться в киноискусстве и в дальнейшем создавать разные социальные ролики, короткометражные фильмы с актуальной тематикой для молодежи. Несмотря на приближающуюся каникулу, творческий процесс идет полным ходом. Режиссер проводит работу с актерами и ставит перед ними основные задачи. Сейчас студенческий союз кинематографистов занят репетицией нового ролика. Выйдет он уже в ближайшее время. Тему ребята взяли вновь медицинскую, но очень актуальную для современного мира. Этой осенью молодые кинематографисты планируют расширить границы и пригласить в проект студентов других учебных заведений. Таким образом, творческая площадка колледжа станет еще и городской. Кристина Матвеева, Фахра Исламов, Новости НТР. Личный наставник, практика в области бизнеса и полезные знакомства. В Нижнекамске стартует третий поток школы молодого предпринимателя. С 21 июня в Центре молодежных инициатив «Ковер» набирается очередной курс «Стартфабрика». Эта образовательная программа рассчитана для начинающих предпринимателей по созданию бизнеса с нуля. Здесь вы сможете задать любые вопросы наставникам, признанным экспертам в своей профессиональной области. Кроме основных занятий, у вас будут выездные мероприятия и хард-задания. Все занятия будут проходить еженедельно по четвергам с 18.00 до 21.00. Оставить заявку можно по телефону, который вы сейчас видите на своем экране. Завтра в России день памяти и скорби. 22 июня 1941 года немецкие захватчики напали на Советский Союз. В честь этого в 4 утра у монумента «Победа» состоится акция «Свеча памяти». В 10 утра пройдет митинг. Поисковый отряд «Нефтехимик» и «НТР» проведет акцию «Судьба солдата». Чтобы узнать, как и где воевал ваш герой, нужно прийти в школу номер 28 с 10 до 13 часов. В здании телекомпании «НТР» с 13 до 17 часов или к монументу «Победы» с 8 до 9 вечера. Для того, чтобы подать заявку, желательно владеть следующей информацией. Разыскиваем фамилия, имя, отчество, год и место рождения, дата и место призыва, а также данные ближайших родственников. На этом у меня все. Далее новости спорта и прогноз погоды. Напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 и на сайте ntrdefiz24.ru. Спасибо, что вы с нами. До свидания. Сегодня в новостях спорта. 48 кругов за 2 часа. Нижнекамский пилот взял золото в Казани. С кем реактор сыграет на предсезонном турнире в Уфе? Об этом не только сразу после рекламы. В Казань за 500 рублей. Онкологический центр, МКДЦ, аквапарк, ЖД и автовокзалы. Телефон 8 917 909 22 82. С 1 мая по 30 июня в Радуге звуков скидки до 25% на слуховые аппараты фирмы Фонок. Телефон в Нижнекамске 32 33 53. Успейте на чемпионат грандиозных скидок в автоцентр марка Nissan. Только в июне заберите свой Nissan без дилерской наценки. Звоните 4 пятерки 3 единицы. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте. Сегодняшний выпуск начнем с автоспорта. Вернее, с гона. Книжниками стал лучшим на соревнованиях в Казани. Гоночный сезон в самом разгаре. На шоссе на Кольцевой трассе Казани Ринг прошел второй этап открытого Кубка и Перенства Республики Татарстан. В классах К1600, Юниор и Гранд Кап. В классе К1600 победителем стал наш земляк Алмаз Хамедуллин. Пилот опытный и не раз доказывал высокую уровень своего мастерства. Да и Казани Ринг ему знаком, не понаслышке. В прошлом сезоне Алмаз неоднократно становился победителем именно на этой трассе. Хамедуллин выступал в привычном для себя классе К1600. А в двухчасовой гонке он показал лучший результат среди 15 участников. За 120 минут Алмаз смог проехать 48 кругов и стал первым. Гонка выдалась достаточно сложной. В первой половине заезда было много сходов со стороны других участников соревнований. Поэтому несколько раз на трассу выезжал автомобиль безопасности. В связи с этим, дабы не терять гоночные секунды драгоценные, пришлось тратить время на обязательные пидстопы, выжидая в паддоке. После чего были очень продолжительные заезды, на протяжении которых пришлось испытать всю свою выносливость, как свою, так и автомобиля. И благодаря слаженной работе тактической с моим другом Валерой, выступающим в роли механика, мы смогли выиграть этот заезд. Продолжают поступать новости из стана футбольного нефтехимика. Команда расстается с вратарем. Официальный сайт клуба сообщает, что расположение Нижнекамской футбольной дружины покидает 21-летний голкипер Ярослав Малолетков. Ярослав, воспитанник Рубина, выступал два сезона за молодежную команду, затем за Рубин-2 в профессиональной футбольной лиге. Сезон перед нефтехимиком провел за Нижегородский Олимпийц, где принимал участие в шести играх, пропустив семь мячей. В форме нефтехимика под руководством Юрия Уткульбаева Ярослав Малолетков выходил на поле 18 игр, за это время пропустил 16 мячей. Стали известны подробности при сезонной подготовке нашей молодежной команды. Хоккейный реактор сыграет на турнире за кубок хоккейного клуба «Салават Юлаев». Пройдет традиционный турнир в Уфе с 30 июля по 4 августа. В предстоящих соревнованиях, как всегда, примут участие шесть команд. В этом году за престижный предсезонный трофей поборются Толпар Уфа, Екатеринбургские авто, Белый Медведь из Челябинска, Хантамансийские мамонты и игры, наш реактор и Альметьевский спутник. Реактор участия в этом предсезонном турнире принимает не первый год и уже становился обладателем самого главного трофея – Кубка. Последний раз это случилось в 2016 году. В 2017 году попасть в тройку призеров нашим парням не удалось. Реакторщики по итогу матча остановились на четвертой строчке итоговой турнирной таблицы. В предстоящем турнире первым соперником реактора станет команда «Белые Медведи». Вернемся к футболу. На этот раз новость касается нефтехимика и даже нешинника. Профессиональная футбольная лига лишилась одного клуба. «Сызрин-2003» прекращает свое существование, сообщает официальный сайт клуба. Команды Самарской области, Нижнекамске поклонникам футбола знакомы не понаслышке. Матчи нефтехимика с этим коллективом всегда отличались упорной борьбой и массой зрелищных моментов. Главная футбольная команда Нижнекамска не раз оспаривала положение в турнирной таблице именно с «Сызрин-2003». Крепкий коллектив в минувшем сезоне показал хорошую игру и завершил регулярное первенство на третьем месте, обойдя «Нефтехимик» на три строчки. Руководство клуба не исключает возможности возвращения команды в профессиональный футбол в дальнейшем. Ну а пока представлять «Сызрин» будет молодежная команда, но теперь уже в третьем дивизионе. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР «Прогноз погоды». Я же с вами прощаюсь. Напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством нашего сайта ntrdefiz24.ru. До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – компания «Потолкуем НК». Монтаж потолка в день обращения? Не рассказывайте сказки! Это не сказки! Позвоните по телефону утром и вечером. А может и днем? Мастер позвонит в дверь вашей квартиры. Быстро! Качественно! Красиво! Натяжные потолки от «Потолкуем НК». Качество на первом месте. «Потолкуем!» 22 июня в Нижнекамске пасмурно, плюс 23 градуса. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Жаркая погода вернется в Нижнекамск в выходные. Спонсор прогноза погоды – компания «Потолкуем НК». Натяжные потолки набирают все большую популярность. Это вполне объяснимо. Красиво, долговечно, практично. Правда, для того, чтобы ожидания оправдались, нужно выбрать проверенную компанию. Например, такую, как «Потолкуем НК». Монтаж потолка в день обращения? Не рассказывайте сказки! Это не сказки! Позвоните по телефону утром и вечером. А может и днем? Мастер позвонит в дверь вашей квартиры. Быстро! Качественно! Красиво! Натяжные потолки от «Потолкуем НК». Качество на первом месте. «Потолкуем!» Качество на первом месте.